Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Последние полгода я активно изучаю NFT, игровые криптовалюты и метавселенную. Исходя из моих наблюдений, NFT станут тем триггером, что запустят массовое принятие криптовалюты в любых сферах. Искусство, спорт, видеоигры и даже бизнес. И прямо сейчас, незаметно для большинства, мы вступаем в ту самую эру криптовалюты, когда она массово внедряется в игровую индустрию. Или же, когда игровая индустрия массово заходит в криптовалюту. И когда какой-либо тренд становится мейнстримным, когда он становится неотъемлемой частью жизни общества, твоя задача как инвестора определить, кто именно перед тобой. Гениальная команда, которая хочет изменить мир, или же просто сборище мошенников, целью которых является лишь собрать побольше денежек и сбежать. К сожалению, в криптовалютных проектах намного больше именно таких мошенников. Ведь криптовалюта это супер простой способ получить доступ к глобальной ликвидности, то есть к деньгам. И это привлекает тех представителей человечества, которые транслируют худшие линии его поведения. Но иногда попадаются команды, которые не имели ввиду ничего плохого, но оказались просто глупыми и неадекватными. И поэтому их криптовалютные проекты тоже канули в лету. Сегодня мы с тобой поговорим о том, как ты можешь определить хороший игровой проект. Как найти достойную инвестицию, при этом избежав всех этих мошеннических криптовалют, которые созданы только ради наживы их создателей. Это будет очень важное видео для всех, кто хочет сейчас добиться успеха на инвестициях в игровую криптовалюту. Поэтому помоги этому видео распространиться как можно больше. Для этого нужно всего лишь поставить лайк и написать комментарий. Чем выше активность, тем больше людей увидят этот критический гайд, который поможет спасти их портфели от возможных массивных потерь на скамных криптовалютах. После просмотра этого видео я настоятельно рекомендую посмотреть недавний свой ролик про диверсификацию инвестиций «Лучший способ стать криптомиллионером». Он также поможет тебе понять, что делать дальше. Даже если у тебя всего лишь 1000 долларов, это видео тебе поможет. Ссылка на него будет в описании под видео. Прежде всего посмотрим на список игровых монет на CoinMarketCap. Топ-5 выглядит следующим образом. Axie Infinity, Decentral Antmana, Engine Coin, Sandbox и Vax. Sandbox, пожалуй, является лучшей моей инвестицией за последние 4 года, что я активно живу криптовалютами. Но я продал половину Sandbox и перевел их в Ethereum. Остальные 50% я буду держать дальше. Кроме этих монет, здесь мы видим множество других игровых криптовалют и также игровых площадок. Например, Ultra, Illivium, Star Atlas, Phantasma и другие. Вопрос, какие из них станут следующей маной Sandbox и Axie? Какие будут хорошими проектами для инвестиций? Благодаря ExchangeSumo.com, моего мониторинга обменников, у меня появились хорошие связи в среде программистов, в том числе связанных и с игровой индустрией. И я знаю, что некоторые игровые компании уже в процессе того, чтобы самим зайти в рынок игровых криптовалют. Они будут запускаться на рынке Superfarm NFT, который в скором времени будет запущен. Это будут супернадежные и ликвидные игровые компании, которые будут значительно отличаться от других токенов, представленных на CoinMarketCap. Так как у них уже большое мировое имя в сфере игростроительства. Ну и, конечно же, бюджеты у них явно повыше. Представь себе, например, что такие компании, как Capcom, разработчик Resident Evil или Rockstar, разработчик GTA и Red Dead Redemption, могут и, скорее всего, интегрируются в рынок игровых криптовалют. Ведь это неизбежный нарастающий тренд. Так что то, что здесь мы видим, вот это все, вот эти все 31 миллиард долларов, это всего лишь верхушка айсберга. Поэтому вопрос, какие из этих проектов хорошие, а какие плохие, не совсем правильный. Нам нужен совершенно другой вопрос. Какие из этих проектов имеют то, что позволит им выжить? Когда на этот рынок зайдут те самые крупные игровые монстры с большим именем. Быстрый запуск на рынке хорош, если тебе нужны быстрые пампы и такие же быстрые дампы. Но в долгосрочной перспективе такой быстро запущенный проект не жилец. Он не сможет поддерживать ценность для своего сообщества, особенно в такой индустрии, которая в будущем обещает быть очень жесткой конкуренцией. Но в долгосрочной перспективе такой быстро запущенный проект не жилец. Он не сможет поддерживать ценность для своего сообщества, особенно в такой индустрии, которая в будущем обещает быть наполнена жесткой конкуренцией. Чтобы ты понимал, насколько это ранняя индустрия, такие проекты, как Axie Infinity, у которых около 10 миллиардов долларов капитализации, являются ничем иным, как канарейкой в шахте. Тем не менее, Axie Infinity уже показал, что у него есть преданная база игроков. Это и есть первый признак хорошего игрового токена – преданная база игроков. Иливиум, построенный на блокчейне Эфириума – это совокупность оригинального искусства с игровым геймплеем, и все это на высоком уровне качества. Это второй признак. И, наконец, у нас есть Star Atlas. Star Atlas – это потрясающие карты и пейзажи, да, но самое главное – это реальная подкованная команда в реальной жизни. Подкованная, талантливая команда – это третий признак хорошего игрового токена. Беда в том, что многие люди даже не знают, на что они смотрят, когда выбирают игровой токен для инвестиций. Посмотри, сколько их их сотни, тысячи, тысячи игровых токенов. И ведь большинство из них показывают только лишь экзотические картины, пейзажи и 3D-модели в игровом мире. Я бы не назвал это играми вообще, я бы назвал это искусством. А искусство и игры, хоть и местами похожи, все же отличаются, и причем очень-очень сильно, и сейчас я покажу почему. Если кто-то из зрителей этого видео когда-то увлекался игростроением, он наверняка в курсе, что есть такой рынок, как Unreal Engine Market. Здесь ты можешь купить текстуры, визуальные эффекты или даже целые готовые миры. Я и сам с недавних пор очень этим увлекся, и в моих планах есть и разработка видеоигры, и возможно даже выпуск собственного игрового токена, с ней связанного. И когда ты только начинаешь, такой рынок, как этот, просто идеальный источник игровых ресурсов. Он может сэкономить множество времени, которое ты мог бы потратить на самостоятельную разработку даже прототипа своего игрового мира. Этот рынок стоит использовать для того, чтобы ускорить свою работу, но не больше того. Талантливые художники выкладывают свои работы на этот рынок, так как сами не знают, как создать игру. Поэтому они продают свое искусство на рынке. Например, ты можешь выбрать какое-то окружение для своей игры во вкладке Environments. Можешь купить, к примеру, автосервис или ресторан, или что-то связанное с инопланетянами. Можно даже купить Киберпанк. Посмотри, как выглядит этот город. Это практически как Найт-Сити, всего лишь за 80 долларов. Есть также очень похожий вариант, который выглядит даже лучше. Практически Найт-Сити, добавить Сильверхенда и будет полный комплект. Также можно выбрать для себя окружение, например, средневековый лес. Посмотри, как он выглядит, это просто шикарно. Мосты, деревья, трава, небо, все выглядит прекрасно. Более того, ты можешь брать отдельные элементы этого мира, например, деревья или скалы, и создать свое собственное окружение для игры. Ты можешь взять разные элементы из разных окружений и создать свое собственное. И таких миров здесь множество, стоимостью от 50 до 300 долларов. Вот, например, пустынный мир всего лишь за 30 долларов. Посмотри, какой он красивый. Также можно купить и визуальные спецэффекты. Причем многие из них настолько качественные, что попробуй еще нанять кого-то, кто сделал бы хотя бы так же. Даже персонажей для своей игры можно купить. Красивую девушку, инопланетянина или, например, кузнеца. На этом рынке также можно купить и скриптинги, так называемые блюпринт. То есть уже готовые программные коды для твоего геймплея, например, главного меню, сетки умений и даже, может быть, физики и виртуальной реальности. Все это можно купить здесь. Вот, чего большинство людей не видят, когда листают вот этот список из игровых токенов. Многие эти игровые криптопроекты делают практически то, что я описал. Создают игры на основе таких макетплейсов, покупая игровое окружение за 50, 100 или 300 долларов. Дело в том, что без грамотной команды слепить свою игру из этих пазлов задача сложная, так как в большинстве случаев проект столкнется с огромным количеством проблем, связанных, например, с функциональностью и производительностью игры. Но самое главное, в большинстве случаев такая игра будет лишена всякого удовольствия, развлечения и, как это называется, фана для игроков. И поэтому без грамотной, талантливой команды такой игровой токен обречен на полный крах. Инвесторы таких криптовалют потерпят большие убытки. Следующий вопрос, что мы хотим себе задать, выбирая игровой токен для инвестиций, какой из этих игровых токенов не просто привлечет, но и задержит игроков. Причем задержит надолго. Это как ютуб канал. Какие каналы добиваются успеха? Не те, что привлекли внимание, а те, что сумели его удержать. Я говорю об этом, потому что я это знаю, я этим занимаюсь. Ты просто листал ютуб и наткнулся на мое видео. Если ты бросил смотреть его на 20 секунде, ютуб не будет рекомендовать его следующему пользователю. Как итог, мой канал просто утонет. Именно поэтому кликбейтом баловаться не стоит. Ты привлечешь внимание, но так же быстро его и потеряешь. С играми то же самое. Игра без игрока утонет. И соответственно, инвестор в эту игру тоже. Итак, самой восхитительной частью Метавселенной будут видеоигры. Что делает видеоигру отличной сегодня? Очень простой ответ. Развлечение. Она должна развлекать. Даже не бюджет играет роль. Это может быть очень дешевая игра, но она развлекает своего игрока и поэтому задерживает его у себя. Поэтому, когда ты выбираешь игровой токен, тебя интересует даже не бюджет, что имеет команда, а насколько она талантлива. Если у игровой криптовалюты нет такой команды, ни один такой игровой токен не достигнет успеха. Токены из рода «Играй, зарабатывай» интересны для спекуляций на краткосрочной перспективе, но очень ненадежны на долгосроке. И это доказывается множеством пампов и дампов на этих токенах, даже на Axie Infinity. Но также мы знаем, что одна, единственная игра, способная развлекать, удерживает целые поколения десятилетиями. Например, Warcraft, Dota, Skyrim, Call of Duty, Battlefront, CS, Fortnite. Эти игры остались навсегда, потому что люди к ним постоянно возвращаются. И там, где люди проводят свое время, там же они будут тратить и свои деньги на те же цифровые игровые вещи. Скины, дополнения, моды, оружие, одежда и так далее. Поэтому выживет и добьется успеха тот игровой токен, чья игра сможет именно развлекать и удерживать людей. И поэтому прежде чем инвестировать в какой-либо игровой токен, попробуй хотя бы поиграть в его игру. Если в игровом мире у тебя есть чувство, что к этой игре навряд ли будут возвращаться, то скорее всего в такой токен лучше не инвестировать. Я обещаю тебе, что многие из этих игр в этом огромном списке умрут. Но будут ли они расти в ближайшей неделе? Очевидно, что да. Но на долгосроке выживут немногие, особенно когда сюда начнут заходить существующие гиганты игростроения. Люди, покупающие на таких пампах, скорее всего останутся с этими токенами не на один год и не на два, а навсегда. Ведь даже простая игра может отнять годы разработок и не оправдаться. Однако некоторые из этих проектов вырастут так, что диву дашься. Сегодня мы обсудили признаки таких проектов. Самый главный из них уже существующая преданная база игроков, оригинальный мир и геймплей, подкованная и талантливая команда и самое главное – развлечение и удержание пользователя. Бюджет здесь не играет столь важную роль. Итак, последняя важная вещь. Кроме самого геймплея и развлечения, что безусловно очень важно, нужно также разобраться и в экономике игры. Возможно, чтобы заработать токены, в этой игре продают и сдают в аренду землю, как в сэндбоксе. Или может быть для этого нужно владеть какими-то особенными персонажами. Какие токены за это ты получаешь? Сколько этих токенов вообще в экосистеме этого проекта? Очевидно, суперпростая токеномика – это верный признак скама. Но и ультрасложной она тоже не должна быть, так как люди, что в ней не смогли быстро разобраться, скорее всего, в игре не задержатся. Лучший способ инвестиций в игровую криптовалюту – это держать токены экосистемы своих любимых проектов, токены управления этими экосистемами, а также владеть землей и персонажами, что дают пассивный доход в игровых мирах этих токенов. Это лучший способ инвестировать в криптоигровую экосистему. Я еще раз очень настоятельно рекомендую тебе посмотреть это видео. Если сегодняшний выпуск связан с тем, как найти игровой токен, то в этом видео я рассказал о том, как инвестировать в игровые токены правильно. Это диверсификация рисков. Ссылка на него будет в описании. Ты спросишь, назови мне 10 игровых токенов, которые нужно купить, чтобы я не тратил свое время, просто пошел и купил. Чтобы изучить каждый токен в этом списке на предмет всех этих признаков, у меня уйдут даже не часы, наверное, недели, если не больше. Это огромное количество времени и усилий, и вместо этого я даю тебе набор инструментов и, самое главное, вопросов, на которые ты должен найти ответы прежде, чем инвестировать в какой-либо игровой токен. Этот ультимативный гайд поможет тебе в этом. Ну а я... А я попробую сделать анализ хотя бы первых 50 токенов, но сколько же времени на это уйдет? Поэтому поддержи меня лайком, что ли, чтобы не так грустно было. А также подпишись на канал и нажми на колокольчик, это поможет тебе не пропускать новые видео. На этом все, меня зовут богатейший Ди, увидимся, до скорого. Субтитры подогнал «Симон»